Украина вышла из кризиса. В этом уверены 36% экспертов. Чуть меньше 20% говорят. Его еще не победили, но выход наметился. На 2018 год увеличение на 4%, то есть выход на уровень высшего уровня увеличения ВВП. В этом году у нас увеличение на 3,1%. Если Украина выходит на 4, это означает, что мы уже преимуществляем мир. Среди позитивных проездных инициатив эксперты отметили ремонт дорог 33% опрошенных, изменения в сфере безопасности и обороны 18%, реформирование энергетического сектора 14%, возобновление экономического роста 12% и другие. Напомним, проезд Владимира Гройсмана работает уже полгода. На днях представила отчет о проделанной работе. Премьер обещает экономический рост и дальнейшие реформы. Президент Франции Франсуа Аллан продолжает терять популярность среди жителей страны. Согласно последнему опросу, только 11% граждан хотят, чтобы он баллотировался на второй срок. Это новый антирекорд для него. Предыдущий опрос показывал также рекордно низкую поддержку – 13% респондентов. При этом подавляющее большинство, 86%, выступают против участия Алланда в предвыборной гонке в 2017-м. А выдвижение на пост президента правого политика Алена Жупе поддерживают 47% французов. Следом с большим отставанием идет экс-президент Франции Николай Саркази. Ему симпатизируют лишь 18% опрошенных. Природа американского штата Орегон славится красотой, а местные жители прослыли большими любителями пеших походов. В основе этой страсти – одна традиция. Уже больше полувека в местных образовательных учреждениях работает программа «Школа на природе». Она заключается в следующем. Каждый год тысячи учеников средней школы на неделю отправляются в познавательные походы. С собой ребятам нельзя брать телефоны, планшеты и прочие электронные устройства. «Можно как будто почувствовать природу. Не просто сказать «О, вот так выглядит папоротник», а почувствовать его и увидеть своими глазами». «Родители приходят ко мне потом через неделю, когда дети возвращаются домой и спрашивают, что там происходило, что-то поменялось, мой ребенок изменился. Дети узнают о науке, учатся работать вместе, а еще учатся тому, как грамотно использовать природные ресурсы». А по словам политиков, эта программа поддерживает экономику региона. «В моем районе работает эта программа. Дети в моем районе дуют коров. Они помогают ферме работать, косят газоны, помогают семьям рыбаков». Но сейчас программы переживают не лучшие времена. Раньше в ней участвовали около 90% школьников. Теперь только 50%. Все дело в недостатке финансирования. У жителей Орегона есть шанс исправить ситуацию. Для этого им нужно в ходе голосования поддержать новый законопроект, цель которого на ежегодной основе выделяют школе на природе 22 миллиона долларов. Если законопроект примут, это позволит участвовать в программе около 50 тысячам школьников. В Антарктике создали самый большой морской заповедник. Его площадь превышает полтора миллиона квадратных километров. Историческое решение приняли 24 страны и Евросоюз на ежегодной комиссии морских живых ресурсов Антарктики. С 1 января 35 лет в море Роса в Южном океане будет действовать запрет на лов рыбы и других биоресурсов. Исключение сделают только для ряда зон под лов крылья и клыкача в научных целях. Новый заповедник займет только 2% территории Южного океана. Но здесь живут 38% мировой популяции пингвинов, аддали, 30% антарктических буревестников и около 6% мировой популяции антарктических малых полосатиков. Также море Роса – своеобразная кормушка для многих морских обитателей планеты. Питательные вещества с его дна мощные течения разносят по всей планете. А обитающие в новом заповеднике речки Криля служат одним из заточников пищи для китов, тюленей и других животных. Ученые считают, что пока море Роса почти не пострадало человеческой деятельности. Заповедник предложили создать США и Новая Зеландия. Субтитры создавал DimaTorzok